Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 14 июня, день Иустина. Назван в честь святого мученика Иустина философа. Он получил образование, но продолжал искать правду жизни. Иустин повстречал старца, который воспламенил его дух стремлением к Богу. Размышляя о словах старца, он познал, что возвещенная старцем философия – единственная истинная. После этого Иустин начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительно философом, то есть истинным христианином. Был отравлен врагами веры. В старину день этот называли по-разному. Устин, Устин и Харитон, Устинов день, брусничные губы. Об этом мне говорили так. Устин, мужик, май с июнем перегораживает. Обычно в конце второй летней недели внимательно следили, куда дует ветер. Так восточная сторона предвещала поветрие, а северо-западная – порчу погоды. В случае чего наши предки закликали ветер, который был очень важен для роста хлеба. Примечали и восход солнца. Если он происходил на чистом небе, то ждали уржи налива хорошего. Если утро было пасмурным, к доброму урожаю конопли и льна. Девушки вечер проводили наедине с любимым, чтобы семейное счастье стороной не прошло. Если же возлюбленный был не мил, то втыкали сорванную ветку ивы между следом нелюбимого и своим. Приметы. Красное утро, значит, и налив ржи будут хорошие. Утренняя радуга к дождю. При зацветающей ржи карп сезанклюет особенно хорошо. Кстати, Виктор Котлов сделал такой комментарий. Однажды я постепенно умирал и помолился. И мне подкинули книгу Поля Брега. Это было начало моего здоровья. А когда я случайно узнал о книгах Малахова и купил их, я полностью исцелился. Малахов – это гениальный целитель и отличный философ. Ну, спасибо. Еще разок я хочу, вот знаете, вот, конечно, гениальный целитель и так далее, так далее. Это, знаете, как-то это тебя так воодушевляет, бодрит. И где-то даже, как бы сказать, вот какие-то эгоистические мысли возникают. Но вот у меня стоит такой самоконтроль. Гениальный целитель, знаете, я радуюсь тому, что я написал такие книги, которые работают без меня. Одно дело, гениальный целитель стоит рядом с вами и говорит, вот это вот, вот это вот примите, вот это вот так сделайте, вот это то сделайте, вот это, а тут написаны книги, где вы читаете, вы сами себе целители. А вот это вот гениальность, вот это вот супергениальность, что сделать так, что не нужен вам целитель. Вы становитесь себе целителями. Только читайте и вдумайтесь, подумайте, если вы, знаете, вот все-таки более-менее какая-то доля разума есть в вашем сознании. Все будет нормально. Далее, Мария Крюкова ответила, полностью согласна, этот факт, такая же история. Бац, и все. Два дельфина. Не могли бы вы рассказать хоть немного о себе? Ваш опыт очень ценный для нас. Вообще опыт каждого нужно тщательно изучать. Чем больше накоплено опыта, тем больше знаний в области естественного оздоровления. Возможно, он уже был у наших предков, но мы его утратили. Необходимо исправить ситуацию. И вы знаете, вот насчет этого, вот два дельфина. Я же, написав книги, я еще выпускал вот эти все эти календари. Я еще там написал такую книгу в помощь занимающимся по системе, значит, самооздоровления. Где я подчеркивал, где, что, как, вот лучше, хуже. И вот цель этого канала заключается в том, что я еще вдобавок разъясняю, что, что, то, как. Хотя мне как-то это уже и поднадоело, но тем не менее я все-таки разъясняю, в чем ошибка, в чем сила того или иного. То есть, в дополнение к методике идут практические результаты, как картинки, которые иллюстрируют действие этого метода. Как положительно, так и отрицательно. Почему вышло, почему не получилось и так далее. То есть, я не буду говорить, что все, сто процентов получается. Сто процентов получается тогда, когда человек вдумчиво работает от этим. Они используют там, а, только мочу я буду пить, и все остальное моча сделать за меня. Только наше сознание и ум, важный инструмент, делает это все дело. Далее, Валерий Воронин говорит, все так. То есть, люди подтвердили, подтвердили, что все это работает.